Сейчас в другую сторону плывем. О, хвост идет, смотрите. Субтитры сделал DimaTorzok Привет из солнечного города Сочи. А с вами, как всегда, Арина. Всех с добрым утром. Сегодня у меня понедельник. Неделя началась. Рабочая неделя у всех, да, друзья? Ну, конечно, кто в отпусках, тому повезло. И сейчас я приготовлю себе завтрак. Видите, завтраки у меня немножко меняются. Сейчас я жарю себе одну сосиску, два яйца и сыр. И поставлю варить кофеечек. Яичницу я свою не солю. Я просто добавляю адыгейский сыр. Мне так больше нравится. Я всегда так, кстати, делаю. Потому что сыр я люблю разный в любом количестве. Напишите, что вы завтракали сегодня. И вообще, что вы завтракаете, чтобы было сытно до обеда. Кофе. Кофе я добавляю одну ложечку. И одну и пол ложечки где-то сахара. Как всегда, у меня играет Алиса. Я ставлю на русское радио. Мне нравится. Ребята там так классно юморят. Я с ними смеюсь тоже вечно. Я, кстати, когда в Москве жила, тоже их слушала в машине, когда ехала на работу, как правило. Тоже слушала русское радио. Так, кипяточек мы залили. Включаем. И я так подозреваю, уже яишенка моя готова. Так, яишницу я перекладываю. Друзья, вот некоторые люди, я знаю, вообще, допустим, не завтракают. Ну, там, худеют, например, к примеру, да, там, или еще что-то. Но я, не знаю, почему-то воспитан Альси. Раньше нам говорили всегда, я помню, меня мама так воспитывала тоже, когда мы в школу собирались, она всегда говорила, что завтрак нужен всегда. А тем более, кстати, кто едет на работу на автомобиле, надо, чтобы мозг проснулся. Нужно обязательно позавтракать. А тем более, как я ездила на работу в пробке, попадала постоянно. А вот, поэтому, друзья, завтрак нужен всегда, дорогие мои, всегда. Берегите свое здоровье. Кофеечек у меня уже закипает, друзья. Ох, красота какая, да? И мы выключаем газ и наливаем кофе в мою новую кружечку. Надо всегда себя баловать обязательно и выполнять потребности своего внутреннего ребенка. И я сейчас добавлю еще молочко. Молочко у меня домашнее, коровье. Я вам показывала, в какую стоимость я его покупаю. И вот такая вот сегодня у меня получилась красота на завтрак, друзья. Хочу всем пожелать прекрасного завтрака и отличного, позитива, настроения на целый день. Ух ты! Кстати, я люблю вот такие поджаристые девочки, мужчины. А вы любите? Я хотел бы, как птица, в мой далекий улететь. Где-то там приземлиться, ни о чем не сожалею. Очень часто мне снится, в мире, в котором грусти нет. Ну, скажите мне, птица, как туда мне долететь. Я готов бы лететь через страны, через сотни морей, сквозь турманы, край прекрасный. Я построил бы там добрый город, что звучали всегда песни твоя. Добрый город. Добрый город. Ну что, друзья, продолжение моего влога. Вот смотрите, друзья, я позавтракала, да? Вы посмотрели мой завтрак. И вот сейчас время 12, я до сих пор еще кушать не хочу. Завтракала я где-то, по-моему, в 9 утра. Знаете, я поняла, почему вы не завтракаете. Так, я сюда, подожди, мужчина. Потому что у меня тоже такое было. Знаете, когда работаешь в офисе, допустим, да, то встаешь очень рано. То есть я вставала тоже, по-моему, где-то часов 7. Вот кто-то встает еще раньше. Естественно, в это время кушать не хочет. А там что такое происходит? Прям пробка какая-то уже при спуске образовалась. Что-то объезжают всех. Вот. И, вы знаете, конечно, завтракать не хочется. Выпиваешь кофе и вперед из песни на работу. А на работе, как правило, когда мы приезжали... Девочки, я сегодня помыла волосы, не стала сушить, потому что все равно будет на улице что попало на голове из-за влажности. А, здесь пробка на мосту, я поняла. А вот. И когда приезжала на работу, ну, я работала с 9 до 6, когда в офисе, то, естественно, мы завтракали с девчонками. Приезжаем и давай там, каждый свои новости начинает рассказывать. Пробка прямо на мосту, представляете, я в шоке. Рядом со мной такси «Апрель» хватится. Это в Лазаревском такси «Апрель» есть такой. Написан номер 2-700-700. Такси «Апрель». Так, ну давай такси «Апрель». Едь. Ну вот, встали на полосу. Вот, ты, естественно, потом приезжаешь, уже начинаешь там завтракать, ля-ля-ля, с девочками. А ты что меня подпираешь? Какой-то кавказец. Неугомонный, как всегда. А я же блондинка, я его не пропущу. Коварная женщина-блондинка. Мужчины-кавказцы, бойтесь их на дороге. Нормально, все, за мной пошел. Я не могу. Видите, друзья, я сегодня села, подошла к машине, у меня богомол сидит. И он уже не зеленый, а такой, знаете, какой-то весь корявый. Какой-то бледный уже. Выгорели даже богомолы, представляете? Я его скинула. Я не знаю, то ли это тот, то ли это... Со мной катается на машине. Стоять, что происходит. Я бы вам показала, но я пока сейчас двигаюсь потихоньку. И это... И я его скинула, и он, походу, опять сел. Я сейчас вам покажу, пока я стою. Смотрите, друзья, со мной катается. Видите? Видите, какой он бледный стал? Какой он там смешной. А и такие смешные, они такие от ветра качаются прям в разные стороны. Блаженные какие-то, реально. Кстати, друзья, напишите, почему его назвали богомол. Вот я понять не могу вообще. Почему вот этого большого кузнечка, саранчу, назвали богомол? Вот тот знает, напишите. Прям даже интересно. Так, ну и о чем я там... Я уже запуталась. Темы соскакивают с одной на другую. Я сейчас, друзья, еду. Мне нужна на овощную базу. Ну и в июле мы там не были. Давайте поснимаем цены. Как всегда. Ух ты, какой. Какой ты смелый. Прям вообще такой поскакал, поехал. Главное, еще была бы какая-нибудь динамарка крутая. Знаете, так на простой. Вообще. Вперед и в путь. Ну, местные сразу понятно. Местные здесь так ездят. Вот. И сейчас я не накрасила губы. А почему, девочки? Я с собой взяла косметичку только с губными помадами. Я хочу... И взяла салфетки. Я хочу вам продемонстрировать несколько помад. Спросить свое мнение. Как мне? Так, здесь пробка. И что нам делать? А что нам делать? Там вообще пробка бешеная. Ну, что, придется по нашей шашлычной ехать. Это где на Утилус, напоминаю. Я называю эту улицу шашлычную. Там всегда шашлыки. Там пахнет шашлыком всегда. Ну, поедем. Что нам делать? А, нам объедем. Нам все равно на колораж надо. А здесь тоже красавцы. Ну, конечно, ни одна я такая умная девочка-мужчина. Ни одна. Здесь тоже много народу. В плане машин я имею в виду. Я сейчас по другому пути поеду. Сейчас мы сделаем, как говорится, ход конем, как всегда, да? Кстати, друзья, я купила молоко домашнее. Вот, утром наливала вам, да? Ну, как бы при вас наливала в кофе. Вы представляете, вот это молоко. Я не знаю, что это за молоко. Так, вот сюда поедем. В объезд. Но я его не кипячу. Я поначалу брала и кипятила, девочки. Потом я перестала кипятить, заморачиваться. Я всегда беру по 3 литра. Мне хватает не на 10. Если не на больше. А вот, вы представляете, я его не кипячу, и оно у меня не киснет. Это что, из-за жирности, девочки? Я в шоке. Это городская мадам. Я вообще не знаю этого всего. Так, апреля аптека слева проезжаю. Я думаю, что вам видно, да, что там? Ну, тут тоже немножко, конечно, не очень, но... Давай, я пропускаю тебя. Красотка поехала, брюнетка. Красотка, брюнетка поехала. Стройная такая девочка. В очечах тоже. В девочках ездит. Потому что у нас солнышко. Пекло неимоверное. Но я пока держусь. Я пока еду без конья. Вот. А здесь мы выйдем на ту улицу. Ну, все окей. Оп, проскочили. С этими окольными путями приходится ехать, ездить летом. То ли дело зима, красота. Вы знаете, мы с подругой ждем уже, когда сентябрь наступит. Я уже говорю, так хочу сентябрь. Прохладненько. Половина народу не будет. Так хорошо. На море спокойно. Вода чистая. Друзья, я знаю, что мы давно с вами не пили кофе. Но, честно говоря, знаете, так жарко. Это нужно... Я вообще компьютер не включаю каждый день. У меня телефоны не хватает. Вот. И, естественно, это надо компьютер включать. Это надо подготовиться. Ну, в общем, как-нибудь попьем. Это нам делать нечего было с вами зимой до весной. Вот мы пили часто, да, кофеечек. Сейчас я стараюсь во время своего... Своих поездок вот отвечать на вопросы. Девочка одна гуляет. Прям так интересно. Маленького. Маленькая по росту. По возрасту. Что ты так тихонько ешь? 55-й регион. Ну, да, понятно. Не местный. Не знает, куда повернуть. Наверное, с навигатором едет. Друзья, так не люблю навигаторы эти. Не знаю. Ездят таксисты, они привыкли. А я как-то нет. Я по старинке. Где проеду, там и хорошо. Ну, вообще, я даже если местность как бы не знаю, я буду ехать так понюху своего по интуиции. Такое чудесно. Ой, и на колораж пробка. Ну, что ж такое сегодня? Странно, странно. А, друзья, сегодня понедельник, забыл сказать. Понедельник уже сегодня. У нас осталась эта неделя. И еще там три дня, и все. И 1 августа. Кстати, друзья. А, гальцы стоят на дороге. Понятно. Вот так вот. Стоят на той стороне. Вот. И что, я определю победителей. Через неделю уже. Друзья, проехала я гайцов. Такие симпатичные мальчики стояли. И не надо мне писать, женщина озабоченная. Я просто очень любеобильная. Обожаю красивых мужчин. Это у нас в крови, у ведьм. Но по-другому хочу сказать. Женщина, она всегда должна быть женщиной. Че это? Она не должна не обращать внимания на мужчин. Кстати, напишите свое мнение. Девочки, кто замужем? Вы не смотрите на других мужчин? Я не поверю никогда. В жизни не поверю этому. Так, ну давай, выходи. Давай, я тебя пропущу. Нам надо прямо до конца. Колораж. На базу едем. Едем на базу. Потом поснимаю девочку на другой канал. Как всегда. Я не всегда снимаю, но снимаю, девчонки. Вчера у нас была полнолуния. Сейчас убывающая пошла. Все, убираемся дома. Чистимся. Чистим дома. Чистим вещи. Выкидываем на убывающие всегда вещи. Если кому надо выкидывать. Отдаем на растущую. Чтобы прибыль еще приходила больше. Главное, чтобы место было у базы. Еду и молюсь. Дай Боже мне место. О, есть шикардос. Шикардос. Сейчас я заеду. Давай тебя пропущу. Доехали. Интересно, хозяйка меня узнает. Тогда, кстати, мне скидку 5% сделали. Всегда говорю, когда что-то не делают. Друзья, всегда вам рассказываю об этом. Они, по-моему, всем скидки делают. А может и нет. Кстати, напишите, кто на базе был, когда приезжал в итоге в Лазаревское. Прям интересно, как вам эта база. Конечно, подъехала. Я тут такой срач. Вы видели. Одни коробки пустые. Вот это некрасиво. Вот это минус. Надо им сказать. Смотрите, друзья. Видите, я подъехала. И вот. Это что это за срач такой? Вот честно. По-другому даже не скажу. Вон, видите. Обтовка. Овощи, продукты. Я вам про нее рассказывала. Ну, пойдемте. Друзья, мне кто-то спрашивал, какой автобус сюда идет. Давайте я вам скажу. Кстати, здесь, смотрите, оптовый армянский лаваш написан. Доставка лавашей. Опт. Так, 68-й. Так, ну что, пойдемте посмотрим цены в июле. Вот тут тоже, видите, там, конечно, что-то они не убираются. Странно очень. Арбузики. Интересно, почем арбузики. Здравствуйте. Здравствуйте. 7, 6, 100. Посмотрим, почем арбузики. А, голубика, 450, кстати. Смотрите. 40 рублей. Отлично. Так, холодные напитки. Яблоки. Персики. Черешни, смотрю, есть. Абрикосы по 170. Друзья, смотрите. Мягенькие, кстати, хорошенькие абрикосики. Но нужно выбирать, девчонки. Огурчики. Ну, у них здесь коробки хранятся. Мы сейчас пойдем еще в ту сторону как раз. Кабачки есть. Отлично. А, вот персики 230. Персики гладкие есть. И есть пушистики. Да, сегодня девочки одевала свой браслет. Миленькие такие. Так, смотрим дальше. Сейчас по цене вам сориентирую вас. Мне зелень надо взять. Сегодня огурцы, помидоры. 170. Абрикосы. А вы хотите? Да, без проблем. Могу снять. Могу снять. Вообще, как бы не положено. Я спрашиваю, если надо снимать. Хотите, сниму. Хотите, передайте привет кому-нибудь. О, та девочка захотела, а теперь нет. Говорит, не хочу. Так, груши. Красивые такие груши зелененькие. Кстати, не очень жесткие, между прочим, груши. Очень даже симпатичные. Так, друзья, виноград. Виноград по 340. 340. Киви 450. Кстати, черешенка еще осталась. Смотрите, я, наверное, возьму еще черешенки тут же. Потом скажу, что взяла. Сколько у меня получилось. Так, 270 мектаринчик. Слива 150. Так, дыньки торпеда 120. Колхозница тоже есть. Здесь, друзья, есть у них мороженое. Есть лаваш. Вот, кстати, вот такие вкусняшки. Я хотела тоже что-нибудь взять. Мороженое. Вот стаканчики по 50 рублей, я вижу. Голубика 600 рублей, килограмм. Это значит, где-то 300 рублей будет. Надо будет взять, в принципе. Грифрукт, яблочки. Так, теперь здесь идем. Баклажанчики. Баклажанчики. Смотрите, лук какой крупный. По 150. Надо же, смотрите, какой большой. Чеснок 350. А сухофрукты. Инжир 1300. Орешки. Перчик по 240. Красненький, зеленый есть. Кабачки, баклажанчики. Так, урага 880. Так, это что? Я так понимаю, это что? Мед, наверное? Не подписано, в принципе. Даже, да? Манго сушеный. Вот, 330. Вот такие вот. Это сухофрукты все, видите? Мандаринчики. Помидорчики. 80 рублей. Вот такие вот. 150 рублей. Вот такие. Все нужно, конечно, выбирать. Огурцы по 120. Много орехов здесь. Давайте посмотрим. Кстати, творог есть тоже. Вот тут тоже, видите, короткие. Не успевают, что ли, они как-то все это разбирать. Ну, оптовка. Есть оптовка, да? Друзья, все тут рис, гречка, горошек. Масло можно взять подсолнечное и 5 литров. Вот, в принципе. Специи. Специи. Смеси вот эти разные. Ну, вот я брала к чаю, кстати. Такие маленькие. Вот такие вот орешки смесь. Залучно. Так, вот такие наборчики. Полезные сладости. Так, кедровые орешки. 1000 рублей. Это упаковка 1000? Упаковка 1000. Вот, вот это, кстати, я сейчас возьму по хламу. Нормально. Тоже. Да? И это там, где идут. Нет. Вот тоже красивые. По 250. И, смотрите, и зелень. Кстати, я что-то не увидела. А, вон, лимонная мне надо. 170 рублей. Зелень разная. Зелень тут всегда свеженькая. Смотрите, друзья. Мне, кстати, еще я бы нету хотела. Нету, наверное, нет? Кто не пойму, что это, чем пахнет. Так, ну все. Я сейчас набираю себе, а потом уже к вам вернусь. Вот у них тут висят пакетики. Пакетики. В общем, все взяла. Остались только желтые. Так, что я взяла? Редисочка. 190 на 176. Просто сумму говорить? Просто цену, да. Ну, цену. Так, кабачок. Два штучки. А там 80 рублей. Огурчики. 120. Так, три лимончика. Угу. Угу. Семься. Здесь два помидорки. Угу. Мягкие, не старенькие, а 200 рублей. Наверное, я не помню. Мелкий нектарин. А я даже... А я говорю, Лесе, персик. Ну, что-то в этом дойке. Один пакет все. Ага, один пакет готов. Так, пахлоба 270. Ага. Беру тоже кофе. Так. Пахлоба 400 килограмм, да? Да, 270. Череш, не выбрала немножко. Ага. Ну, можно и так сюда. Я взяла, кстати, голубику. Голубику взяла полкило 300 рублей там получается. Да? Нет. Килограмм 600, да. Ну, вот это вот там 386. Ага, подключаем. Тут 640. Дальше. Туда прям пакетик в лотенце. Нет, конечно. Так, дальше у меня лук. Лук 50, ага. Укропчик. Ты что? Укропчик. И я нашла, смотрите, вообще, друзья, веточка мяты. Я ее тоже беру, чтобы делать напитки прохладительные. Все. Итого за два пакета. Ну, блин, 2, 186. 2, 186. Да. Карта я, ага. Так, ну что, друзья. Видите, пока я проехалась, на голове, конечно, полный бардак. Но куда деваться. Так, сейчас я сделаю себе кондиционерчик. Сглазила я эту оптовку. Мне не сделали ни одного процента скидки. Причем меня хозяйка видела. Очень странный, конечно, получается парадокс. Че это они? Ну, наверное, все снимают. Или народу, знаете, много, да? Ей уже скидка не нужна. Но ничего. Я-то зимой еще буду ездить. А вообще я подумаю, ездить на эту оптовку или нет, между прочим. Потому что я уже другие места для себя тоже пока нашла. И другие оптовки тоже есть. Так, сейчас покажу вам, девочки, мужчины, сумму. Я не знаю, слышали вы или нет, друзья. Все, у меня это вышло на сумму. 2186 рублей. Все как есть, так и показываю. Никакой процент скидки, ни грамма. Люди вообще, я в шоке. Они не хотят рекламу, представляете? Ну, как хотят. Но она со мной поздоровалась. Ну, как-то так отвернулась. Ничего не стала показывать. Вообще, как-то странно. Ну, ладно. Как говорится, может быть, жара действует, да? Так, что мы будем сейчас делать, девчонки? Я взяла с собой свою косметичку с помадами. Специально, знаете, переложила ее в косметичку и убрала в холодильник. У меня в холодильнике сейчас летом. Смотрите, какая большая. Кстати, нашла косметичку, девчонки, новую. Вообще, ценник, ценник от нее отлепила. Я даже вообще забываю, что я что-то покупаю. У меня вот это лежит потом, как у того же Плюшкина, да? Что-то все складывается. Вот. И что? Вот такая вот косметичка. Полностью набитая. Значит, у меня там, я взяла с собой салфеточки. Салфеточки, чтобы посмотреть, какая помада мне будет идти больше всего. Потому что кто-то писал, ой, вам не идет этот блеск, этот розовый. Девочки, а что, я не знаю, модно, не модно. Самое главное, идет или не идет вам. Значит, в тот раз я пользовалась, кстати, она такая прям несмываемая. Комплимент. Это от белорусской косметики. Вот этим вот тоном я пользовалась. Вот кому интересно. Но она сохнет на губах. И я под конец ей намажусь. Розовая и вот такой вот цвет. Видите? Какой-то, не знаю, ну, не летний, я бы так сказала, однозначно. Так, две от Стеллари. Две помады от Стеллари. Значит, девятнадцатая и семнадцатая. Давайте, начинаем. Семнадцатая. Ну, ничего от моих губ вообще не отличается. Девочки, это семнадцатый тон. А я хочу, чтобы у меня видно было, что у меня помада на губах. Так, берем салфеточку. А вы пишите первая намазанная, вторая, какая лучше. Так, дальше. Вторая тоже у нас Стеллари. Девятнадцатый тон. Эту мы покупали с вами. Ну вот, это уже видно на губах. Видите, девочки? Дальше поехали. Едем дальше. Я хочу просто, чтобы вы поняли, какой цвет лучше. Я просто для себя сделаю несколько цветов. Вот, смотрите. Это наше женское счастье. Значит, вот это, девочки, она несмываемая. Это блеск. Это блеск, который ярко такой малиновый. Я не буду пока им красить. Однозначно. Так буду сейчас другой отдел перекидывать. Это наша, которая с вами, ну, моя любимая. Я не знаю, люкс-визаж, единичка. Вы ее знаете. Вот, кстати, и говорите мне. А эти? О! Холодок от помады. Мягкая. Ой, шикарная вообще. Новенькая лежит в холодильнике. А эту пока еще буду вымазывать. Дальше поехали. Угу. Вот кто-то мне говорил, коричневую надо. Вот, девочки. Значит, это у нас что за помада? Я даже не могу прочитать. Ну, ладно, давайте вот так покажу. Цвет. Такой нюдовый. Ну, вот это еще. Ну, что, девочки, у меня на жаре, как всегда, телефон кирдыкнулся. Пришлось поменять место, но нигде не могу тенечек найти. Так, дальше поехали. А, вот еще нашла коричневую. Вивьен Сабо. Очень давнишняя она у меня. 707 номер. Смотрите, коричневая. Я коричневой даже зимой не пользуюсь. Ну, как? Солнышко отсвечивает, да? Ну, неплохо. Под черное может быть. Под черное и под белое. А под яркое не подходит. Так, эту не буду показывать. Эту мы с вами купили. Дальше. Стеллари. 01 номер. Тоже коричневая. Ну, я говорю, под черное, конечно, коричневая подойдет, девчонки. Однозначно. Дальше. Смотрим. Что у меня тут еще есть? А, вот есть такая какая-то сиреневая. Это и фраше, девочки. 73 номер. Она тоже перламутровая. Вот. Все равно. Мне кажется, то, что у меня перламутровая, мне все идет. Это вот, видите, татуаж мой. Дальше. Кстати, еще какая-то помада где-то у меня завалялась. Есть у меня еще какой-то... Так, это что у меня? Essence. Essence 25 номер. Вот такая вот, смотрите, ярко-ярко-розовая. Вот, сразу веселее. Видите? Все сразу повеселее как-то. А то что это? Скучная какая-то коричневый цвет. Так. Сейчас еще салфеточку возьмем. Что еще вам показать? Так, это у нас что? Второй тон. Честно говоря, я не пойму. Ла-миа. Италия. Ла-миа, Италия. Как-то так написано. Вот такой вот, тоже розовый. Видите, Тонь? Сразу настроение подымает. Серьезно говорю. Даже какая-то помада. Музыка. Но каждый раз твой обед Дородные нет. Я же тебя убеду На своих друзей. Ты, королева, Саша. Будешь моей. вот такие мы девочки дальше поехали потанцевали немножко подняли себе настроение так у меня осталось тут что а ну вот у статьи есть еще такая какая-то париж написано ярко-ярко сиреневая о наше лето вот это я понимаю я танцую открыть эти туда у меня стучится и говорит иди туда танцевать что это такое что-то он мне показывает подождите девчонки девочки мне пришлось отъехать мужчина в залете такой подошел год хорошо танцуешь но взрослый такой мужчина начал мне рассказывать свою судьбу что он там играл в теннис показывает мне ракетку говорит у меня дом ваши девочки говорит пол дома моих приезжай с подружками хочется ключи дам покупаетесь бассейне а куда горит снимаешь то я на youtube но я бы не стала снимать и не стала спрашивать у него вот и знаете так что не конечно я ничего не взяла и горю хорошо спасибо 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 веселая говорит танцуешь в машине вообще за эти я не могу даже такое бывает продолжаем девочки тут осталось у нас три помады три помады значит есть еще у меня так что знакомиться прям даже машине сижу видите так это у меня дживанши по моему девчонки показываю знак тоже цвет видите какой веселый веселый ой вот это мягкая мягкая хоть она и не перламутровая очень мягкая шикарная так что еще ну и осталось у меня еще две помады девочки две помады осталось вот там считаете какая мне хорошо ну красная красную давайте ну красную вы видели на мне по черное вообще супер я надеюсь ко мне больше никто не пристанет вот видите поднимайте себе настроение с вами и мужчины знакомятся девочки меня спрашивали как мощь как с мужчинами познакомиться вот так вот танцуйте короче и пойте так ну и последняя у меня это у меня с этого арифлейн по моему затесалась тоже коричневая я уже и не буду мазать такая светлая или намазать и давайте давайте уже давайте ладно просто красную всегда смывать тяжело ну как то так вот и скажите теперь какая мне лучше не знаю везде солнышко надеюсь тот мужчина уехал не будет за мной преследовать меня так что вот так вот друзья все с помадами разобрались все мы полностью а я хотела но эти девчонки белорусские они настолько едкие что их красить вот у меня две у меня был очень много комплимент помады а вот но я не буду уже им намазать то что они реально сушат губы и представляете почему-то вот так вот у меня у у вас как напишите свою самую любимую помаду девчонки какая самая самая любимая помада и и цвет и тон и потом когда пойду магнит косметик либо в летуаль и как раз я ее тоже на себе испробую вообще будет прикольником прикольненький такой у нас эксперимент так мои тут отходы отходное производство вот ну что и естественно под веселую музыку я уже буду завершать свой влог девочки желаю всем и мальчикам тоже до мужчинам желаю прекрасного настроения отличного дня вечера ночи смотря какое время вы меня смотрите а с вами как всегда была арина море сочи и ладовичка и черное море и прекраснейшее настроение друзья всем пока пока